Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти До конца июля в России должна возобновиться программа льготного автокредитования и лизинга Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров Будет ли изменены условия и процедура получения льготных займов пока неизвестно Ранее в частности сообщалось об идее увеличить максимальную стоимость автомобиля с 1,5 до 2,5 миллионов рублей Что касается размера скидки, то по программам первый автомобиль и семейный автомобиль Она варьировалась от 10 до 25% в зависимости от региона Трасса 101 В российском правительстве надеются, что цены на новые машины снизятся Возможно, этот процесс будет более заметен ближе к концу 2022 года В настоящее время существенного уменьшения стоимости не происходит Потому что выставленные на продажу авто закупались еще несколько месяцев назад Когда расклад по курсам валют был иным Естественно, дилеры не хотят ронять цену, чтобы не понести убытки Официальная начальная стоимость трех самых продаваемых новых легковушек По итогам 2021 года сейчас такова Лада Веста 1 миллион 122 тысячи Лада Гранта 678 тысяч Киа Рио 1 миллион 435 тысяч рублей Трасса 101 Перечень самых покупаемых кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке В конце весны-начале лета этого года возглавила Лада 4х4 По данным Авито, автомобиль продавался по цене в среднем 230 тысяч рублей На второй строчке разместилась Chevrolet Niva Средний ценник 360 тысяч Бронза у Toyota RAV4 почти 1 миллион 800 тысяч рублей В первую пятерку также вошли Renault Duster и Nissan Qashqai С примерно одинаковым средним прайсом в 1 миллион рублей Трасса 101 А Toyota поставила на паузу прием заявок на Land Cruiser 300, а также Lexus LX и NX Причина — большое количество желающих приобрести эти машины по всему миру Не так давно японцы предупреждали, что срок ожидания нового поколения Land Cruiser, который появился год назад, может растянуться чуть ли не на пять лет Между тем на российских сайтах Toyota и Lexus начальные ценники упомянутых моделей присутствуют Внедорожник LX стоит от 10 миллионов, NX почти от 5 миллионов, 300-й от 7 миллионов 300 тысяч рублей Трасса 101 Компания Geely представила новый кроссовер, который, возможно, придет на смену Atlas Цены на последний сейчас начинаются от 1 миллиона 839 тысяч рублей Новинка называется FX11 Она построена на той же платформе, что и Geely Tugello, Manjaro, а также Volvo XC40 Модель оснащается гибридным двигателем мощностью почти 250 лошадей Добавлю, Geely один из немногих зарубежных автопроизводителей, который сейчас не испытывает проблем с поставками машин в Россию На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин